Сегодня в ночном Екатеринбурге жестко склеснулись две «Лады», отчего экипаж одной из них оказался в больнице в полном составе. После того, как эта легковушка со всей дури въехала в другую, как в стоячую, причем в совершенно буквальном смысле слова. Во втором часу ночи по улице 8 марта, в перспективе переходящей в Полевской тракт, ехали домой на юг жители Полевского. Мужчина за рулем «Лады» и две совсем юных девушки. Перед пересечением с улицей Фурманово их машина остановилась на красный сигнал, после чего выяснилось, что еще один ночной ВАЗ летит в том же южном направлении, но его водитель при этом их в упор видать не желает. Ну и уперся он им в корму на нехилой скорости, сохранившейся даже после запоздалой попытки торможения. Вон красный сигнал светофора остановились, загорается зеленый, только собрались и трогаться, а он летит и слышно, что тормоза юзом и удар по инерции вот сюда. Бешен взад вам? Да, полностью взад. «Лада-агрессор» модели «Веста» осталась стоять на перекрестке, а ее рентгеновская передовица, получив бильярдный импульс, поехала не совсем прямолинейно. И ее увело сильно вправо через тротуар, на котором в полвторого, слава богу, немноголюдно. Аккуратно выбив кусок ограды, «Х-Рей» уперся в уличную пепельницу, которая по отношению к стене углового сотого дома по улице 8 Марта сработала как подушка безопасности. Автомобильные подушки, кстати, тоже сработали. В итоге в «Ладе-Весте» стопроцентное травмирование и у мужчины, и у водителя, и у девушки пассажирки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а у девушки еще и ушиб грудной клетки. У тех, кто подвергся атаке, напротив, стопроцентная целостность. Насчет водителя у медиков вообще никаких замечаний, а внимательно осмотрев его девушек-пассажирок, они сообщили, что те по-прежнему вполне красавицы, несмотря на пару царапин на двоих. Продолжение следует...